Новый Volkswagen Golf показали официально, разбираем ключевые особенности новинки. Модель, которую эксперты уже 50 лет считают воплощением наиболее типичных качеств семейного авто, представлена в обновленном виде. Рестайлинговый, Golf, восьмого поколения получил больше современных технологий, стал быстрее и дальнобойнее. О ряде усовершенствований Volkswagen Golf образца 2024 года читайте в материале РБК Украина. При подготовке публикации были использованы материалы медиасайта Volkswagen. Восьмое поколение, Golf, в своем первоначальном виде появилось в конце 2019 года. Дизайн и начинка оказались настолько модерновыми, что и на сегодняшний день не первое, не второе нельзя считать устаревшим. Но четыре года, возраст достаточный, чтобы ведущей европейской марке пришлось задуматься об обновлении, заостренной. Внешние изменения невелики, но заметны. В дизайне передка стало больше острых линий, а фонари на карме трансформировались в трехмерные образования, особенно симпатичные во включенном состоянии. Как взрослые люди, не будем восхищаться огоньками в фирменном логотипе, опция, а вот светодиодные фары нового дизайна в их топовом исполнении достойны одобрения. Интеллектуальная матричная оптика, знакомая по флагманскому Туарик, позволяет двигаться с высокоэффективным дальним светом в постоянном режиме, без угрозы ослепить коллег вокруг себя. Кому что важно. На первое место в сообщениях о рестайлинге маркетологи, Volkswagen, поставили рассказ о масштабных усовершенствованиях развлекательной информационной системы. Видимо, этим хотели подчеркнуть важность нового мультимедиа и опционального исполинского экрана диагональю 13 дюймов, 32,8 сантиметра, рыцарским щитом торчащего посреди торпеда. Вряд ли в Украине для кого-то это будет решающим фактором при выборе, хотя кое-что действительно практичное здесь есть, для мультимедиа нового Гулаф можно заказать голосовой помощник IDA. Благодаря ему с машиной можно буквально разговаривать, и благодаря искусственному интеллекту ChatGPT она будет отвечать водителю человеческим голосом и «в тему». Неудивительно, что IDA можно использовать для управления кондиционером, телефоном или навигатором. Также, на словах, можно управлять доступом к онлайн-информации из всех возможных областей, вплоть до прогнозов погоды и вопросов из области общих знаний, если кому-то в машине вдруг захочется блеснуть эрудицией. Помощь на парковке. Что касается других полезных новаций, доработанный парковочный ассистент. Он сам выбирает свободное место, сам крутит руль и жмет на педали, водителю остается наблюдение за процессом и ответственность за последствия. А в своем топовом варианте этот помощник может заезжать на паркоместо и выезжать с него без водителя за рулем, например, если пространства маловато и нельзя открыть дверь для входа-выхода пилота. Правда, водитель все равно нужен, он будет командовать машиной со смартфона, стоя рядом. Электрическая сила агрегатов. Совершенствуя развлекательную составляющую и электронику безопасности, конструкторы с этой же «электронной» стороны подошли и к улучшению силовых агрегатов. Доработаны гибридные приводы, так что голов типа плагин-гибрид получил увеличенную мощность и запас хода на электротяге около 100 километров. То есть электрорежим получил практический смысл, а не только эфемерную помощь при тругании с места. Хотя так называемые мягкие гибриды ETSI, с мотор-генератором на 48 вольт, эффективные в реальности только при старте, в линейке тоже остались, как считает Volkswagen. Для владельцев, у которых дома нет зарядного устройства, короче говоря, всего доступно будет 9 гибридных «восьмых» «гольфов» в разных вариантах. Не думаем, что все эти экзотические комплектации будут востребованы у украинских потребителей. Но даем больше шансов бешеный плагин версии GTI и еще, хрестоматийному горячему хайчбеку Golf GTI, который по сравнению со своим предшественником стал еще спортивнее и мощнее. Если коротко, данный рестайлинг Volkswagen Golf 8 типичен для массовых моделей наших дней. Большинство новаций, по крайней мере, заявленных, касаются электроники или ее средствами реализованы. Конечно, это проще, чем создавать новые двигатели или трансмиссии, но если потребителя это устраивает, значит это нормально. По крайней мере, в случае с Golf, который десятилетиями занимает первые строчки в рейтингах продаж. Напомним, ранее РБК Украина рассказывала про топ-5 самых надежных кроссоверов.